Слышно? Добрый день. Добрый. Максим Сергеевич, учащиеся, участники конференции, всех вас приветствую. Поблагодарить организаторов конференции за предоставленную возможность поучаствовать в обсуждении очень важных вопросов, необходимых, злободневных. Наш статус международный, практическая конференция, очень серьезно. Спасибо вам всем. Тема моего выступления – нормативно-правовое регулирование деятельности религиозных организаций в Евросоюзе в условиях диджитализации. Здесь мой доклад является неким продолжением предыдущего докладчика моего коллеги. Поэтому киберпространство, которое стало, по сути дела, формироваться в последние 10-15 лет, играет значительную роль в деятельности религиозных организаций. Нас интересует прежде всего географический аспект – это Европа, поэтому и речь пойдет о Европе, в частности, о Евросоюзе. Активное применение в своей деятельности всемирной сети интернет, а также всевозможных гаджетов и иных средств технического прогресса позволяет привлекать на свои религиозные формы молодое поколение, потому что это важный фактор для развития и деятельности не только конфессий, но и представителей религиозных организаций этих конфессий. Нормативная права и деятельность в условиях диджитализации – это основа будущего развития религиозных организаций и конфессий Европейского Союза. Признанные государством религиозные организации регулируются национальным прежде всего законодательством тех стран, которые входят в Евросоюз и получают помощь из бюджета этих государств. Они наделяются правовым статусом, в частности, использованием своей религиозной деятельности, средств массовой информации. Отсюда следует вывод, что политический фактор в сочетании со снижением религиозности в Европе способствует росту интереса к так называемому религиозному рынку, рынку в странах, членах европейского сообщества. Жизнь современного человека состоит из диджитал-технологий. Это, прежде всего, интернет, различные гаджеты, сервисы. И чем быстрее они развиваются, тем быстрее меняется и окружающая нас реальность. Изменчивость социума наделяла диджитал множественностью определений. Это, прежде всего, допустим, как вы видите, сетевое общество, это информационное общество, это технократическое общество, постиндустриальное общество, киберпространство. И этот список далеко не полный, поскольку данные технологии развиваются, законодательство, которое регулирует развитие этих технологий, также развивается. И, исходя из этого, в дальнейшем будут появляться новые термины, термины, обозначающие уровень развития этих технологий, но и развитие правового поля, в рамках которого будут происходить эти изменения. Ученые, которые предвидели активное использование человечеством цифровых технологий, это такие, как Клау Шваб, как Фридс Маху, Тадау Месау, Ален Турен и многие другие. Они разработали определенную лексику, можно сказать, использования и обозначения для того, что происходит в последние 10-15 лет. А именно развитие диджитализации и взаимодействия ее, и общение с религиозными представителями, деятелями, ну и правового поля, в рамках которого это должно происходить. Все, что пойдет дальше в моем выступлении, все это имеет нормативно-правовое регулирование. И все это на законном основании. Я хочу остановиться на тех важных терминах, которые уже используются в нормативно-правовых актах Евросоюза, и те термины, которые используются в нормативно-правовых актах отдельных государств, входящих в Евросоюзную, регулирование религиозных отношений, религиозно-правовых отношений, они в первую очередь были урегулированы национальным законодательством стран, входящих в Евросоюзную. Один из важных, можно сказать, фундаментальных терминов – это информационного общества. Впервые он был введен в научный оборот еще в 60-х годах прошлого века, известными уже учеными, это Фрид Симахлупом, и Тадао Умесао. Следующий – это рычаг общества. Достаточно такое литературно-научное объяснение того, что начало происходить с конца 60-х, начало 70-х годов, когда, как известные исследователи говорят, о второй, третьей технологической революции. Многие ученые говорят о том, что мы в настоящий момент вступаем в период формирования пятой технологической революции. Поэтому рычагом общества информация стала с развитием информационных технологий и появившимся информационным обществом. Поэтому, по мнению ученых, информационное общество – это уже не теоретическая концепция ученых 60-х годов прошлого века, а это уже объективная реальность, в рамках которой мы уже с вами взаимодействуем. И, в частности, в данный момент. Программируемое общество определил новый формирующийся строй. То есть, по мнению Алена Турена, будущий строй, который в наше время уже формируется, и мы видим уже определенные результаты – это программируемое общество. Ну и известный термин, как информационное общество, о котором было сказано Махлопом и Умесау, теоретически обосновали и развили известные ученые, как Борат и Стоун. За последние десятилетия через рычаг общества религиозные организации программируют общество, воздействуя на него. Заметна роль и в становлении гражданского общества в условиях интеграции и социально-экономической трансформации общества. Исторически сложилось, что роль церкви весьма значительна в формировании общественного мнения в странах Европы. Важна роль церкви в примирении народов тех стран, которые исторически оказались по разной стороне во время Второй мировой войны. Образованная конференция европейских церквей способствовала объединению европейских народов, разделенных после окончания Второй мировой войны. Реализованы международные программы, осуществляющие сотрудничество по различным векторам экономического, культурного и другого развития. Предложенная церковь и декларация взаимного прощения стала основной для движения европейских народов и формированию толерантного отношения друг к другу. Тем более, что подобный термин, толерантное отношение уже давно введен в оборот политологии, используется известными политологами и употребляется политическими деятелями. Но и подобную терминологию на уровне еврозаконодательства хотят определить статус юридического термина. Значит, подобная декларация взаимного прощения не стала нормативно-правовым актом, а, скорее всего, предложением Ватикана на новое мироустройство. То есть, ту глобализацию и те глобализационные процессы, о которых мы говорим сейчас, и о тех глобализационных процессах, о которых уже много написано и много было проведено конференций, начиналось все именно с этой декларации. И, по сути дела, подобное мироустройство – это момент начала глобализационных процессов, ну и будущей цифровизации, дегитализации, вовлечения новых IT-технологий в не только общественную, политическую, государственную жизнь, но и правовую току. В ходе глобализационных процессов, проводимых на протяжении нескольких десятков лет, церковь постепенно утрачивала свое влияние на общество. Эти процессы мы видели на протяжении предыдущих десятилетий прошлого века. Атеизм и агностицизм, как мировоззрение, влияло на посещаемость храмов в Европе, в частности, были проведены исследования результатов Германии, Франции, Чехии, те страны, которые изначально являлись исторически католическими странами. Подобное воздействие антирелигия привело к формированию определенного уникального мировоззрения. уникальность в плане того, что до этого ее не было. Но это влияло на подобную ситуацию. В помощь католикам при активном освоении интернета в 2002 году были приняты важные документы. Этика в интернете и церковь, и интернет. Максим Сергеевич, меня не слышно? Максим Сергеевич? Звук хороший, все в порядке. Вот Гаяна Юрьевна написала, что у нее нет звука. Я думаю, что все должно быть в порядке. Возможно, у нее локальные проблемы. Так что у вас все слышно, рассказывайте. Спасибо. Спасибо. Просто я вижу здесь много писем по поводу плохой слышимости. Значит, исходя из того, что сказано, помощь католикам при их активном освоении интернета в 2002 году были приняты важные документы. Это именно этика в интернете и церковь, и интернет. Другие страны, которые относятся географически больше к так называемой Восточной Европе, но все они являются членами европейского сообщества, таких как Польша, Латвия, Литва, приняли законы о религиозных организациях, наделяя их обширными правами, в том числе правом использования СМИ в информационной среде. Допустим, такие государства, как Королевство Швеция, Греция, конституционно закрепили обширные права церкви с оказанием всесторонней государственной помощи. Европейская Баптистская Федерация, Европейский Исламский Совет, Братство Богоматери и многие другие активно используют интернет-ресурсы для новой формы подачи информации через проповеди, беседы, другие методы распространения, получения истин, каких-либо знаний, привлекая в свои организации больше людей. Но в первую очередь, это направлено на привлечение, вовлечение в данные религиозные организации молодых людей, поскольку это важный фактор формирования будущих взаимосвязей в будущем европейском обществе, потому что многие исследователи оценивают, что современное молодое поколение европейцев достаточно неохотно ходят в церкви, достаточно неохотно интересуются теми и иными религиозными постулатами, имеется в виду европейцев-христиан. Поэтому для того, чтобы каким-то образом переломить подобную ситуацию, принимаются странами, членами Евросоюзов, соответствующие национальные нормативно-правые акты, способствующие и дающие возможность больше дать право религиозным организациям, естественно, контролируя, чтобы эти религиозные организации не были тоталитарными, а чтобы эти организации были, естественно, цель которых духовно облагородить молодое поколение, общество и так далее. Ситуация с пандемией, экономическая нестабильность, охватившая Евросоюз и, соответственно, весь мир, определили интернет ведущим медиумом глобальной коммуникации. Интернет стал пространством, в котором наряду с иной информацией размещаются пропагандистские материалы со современными агрессивными религиозными движениями, действующими в глобальных масштабах. Опять же, подобные глобальные масштабы, они возможны только при использовании тех достижений технологий в своей пропагандистской, деструктивной, к сожалению, деятельности. Всемирная сеть для этих движений стала площадкой деструктивной пропаганды, причем абсолютным суверенным образом. Так, в 1996 году во Франции создается межведомственный наблюдательный совет, в компетенцию которого входит сопротивление деструктивным религиозным сектам и сообществам. Совет проводит оперативный мониторинг информации о религиозных группах, анализирует причины и предпосылки их появления, информирует муниципалитет о количественном росте этих группировок и принимаемых в мирах противодействия им. То есть, например, в мире Франции мы можем проследить деятельность еврогосударств в том, что они понимают, что подобное киберпространство, соответствующие технологии информационного общества дают возможность проводить не только необходимую положительную тенденцию в культивировании и развитии общества на идеях религиозности, человеческих ценностей и так далее, но и организации деструктивного характера также используют для своей контрпропаганды подобные разработки. Религиозные организации Евросоюза освоили сети интернет, стараясь привлечь больше верующих в свою аудиторию. Глобальная сеть сегодня действительно является основным источником получения молодежи информации в религиозной направленности. Диджитализация глубоко проникла в католическую среду и те организации используют соответствующие технологии. Любой человек посредством медиатехнологий может присоединиться к виртуальной молитве Папе Римского и проводимой им службе на соответствующих сайтах это vatican.com facebook vatican.instagram vatican.news youtube через интернет можно приобрести билеты в Ватикан как туристу, так и паломнику на уже вышеуказанных известных сайтах. Официальный сайт Ватикана самый посещаемый сайт в мире. Несколько миллионов человек в сутки, что свидетельствует по запросе европейского общества на получение религиозной информации. Сказать, что подобный запрос является глобальным, активным, многочисленным нет. Конечно, все-таки светскость еврообщества дает о себе знать, но тем не менее тенденции при общении или может быть даже возврата к тем исторически сложившимся религиям прошлого на территории Евросоюза он заметен. Ислам использует киберпространство как благо. При отсутствии единого духовного руководителя не накладывает на ислам каких-либо ограничений на распространение информации миссионерского или информационно-аналитического характера. Кроме Европейского Исламского Совета в интернете функционирует множество исламских религиозных организаций в соцсетях таких как Facebook и Islam Live. Так и в виде тех или иных контентов. Например, Радио Ислам. И, кстати, подобный контент является достаточно популярным на сегодняшний момент в Евросоюзе. Цифровые инструменты дослушателей и подписчиков доводят различные исламские учения, вопросы экономики, рассматриваются на этих контентах, вопросы политики, науки, естественно, законодательства. На этих контентах обсуждаются и обсуждения в парламентах законопроектов тех стран, где присутствуют диаспоры этих конфессий. В свободном доступе можно послушать радио, посмотреть видеозаписи, посвященные соблюдению Рамадана, получить исчерпывающую информацию о времени намаза. Работают образовательные ресурсы для учащихся и студентов и так далее. Созданы специализированные поисковые системы с контент фильтром, это халал Google Line и веб поисковик халал, соответствующие только нормам ислама и блокирующие информацию, которые противоречат данной религии. Буддизм также имеет свои сайты в соцсетях Евросоюза. Фейсбук, Инстаграм, Твиттер об этом уже говорилось. Далай-Лам активно использует информационное пространство в культурно-историческом аспекте. Благодаря ему организованы виртуальные экскурсии Куда Цан для верующих, ну и всех тех, кто интересуется буддизмом как одной из мировых религий. Отмечается рост популярности интернет-магазинов, где можно приобрести товары религиозной направленности. И все это происходит на вполне законном основании согласно нормативам, принятым на государственном уровне стран Евросоюза. В связи с этим стало наиболее необходимым в Евросоюзе урегулировать это взаимодействие с современным еврозаконодательством. что в очередь и происходит в последнее время. Государственные и политические институты власти Европы проводят очень осторожную политику по вопросам веры и правового регулирования конфессионального взаимодействия внутри Совета. Поэтому до сегодняшнего дня в Европейском Союзе не принят единый конституционный документ в следствии щепетильности вопросов относительно вероисповедания. Одним из дискуссионных проблем в современной Европе это было по вопросу обсуждения проекта Конституции Евросоюза и одним из главных обсуждаемых вопросов это был вопрос возможно ли использовать в будущей Конституции Евросоюза стрелку на Бога или Христиан. То что допустим есть в Конституциях отдельных государств Евросоюза допустим Греции. Это вызвало широкий общественный резонанс который вылился практически общеевропейское обсуждение которое естественно проходило и в соцсетях интернет форумах и других медиаплатформах. По итогам обсуждения был найден политический компромисс в преамбуле была использована нейтральная уже ставшая европейским гарматом формулировка черпаем вдохновение из культурного религиозного и гуманистического наследия Европы из которого развились общечеловеческие ценности нерушимого мира. Однако активное развитие современных медиаресурсов способствует продвижению традиционных религиозных практик в секулярную сферу. Проблема остается свет, как я уже говорил, западного типа общества соблюдавших рамки свободы совести и веры. То есть каждый человек имеет право исповедовать любую религию включая это. Но тем не менее любое религиозное насилие, агрессивная конфессиональная пропаганда обществу и государственным институтам категорически запрещена и достаточно жутко наказывается санкционно в действующем законодательстве. Подводя итог, диджитализация оказывает огромное влияние на общество. Мы это с вами видим, мы это с вами ощущаем. В дальнейшем можно будет наблюдать более активное использование религиозными организациями киберпространства. Спасибо за внимание коллеги.